Друзья, привет! Это интернет-магазин ВОКОЛЕСО И в этом видео мы с вами посмотрим и поговорим о новинке сезона 2018-19 Как это ни странно и ни сё реалистично говорить О новинке сезона 2018-19 модели Ice Cruiser 7000S от компании Bridgestone Просто странно, потому что 7000-й Bridgestone уже мы знаем, очень хорошо мы знаем И выпускается эта шина уже тысячу лет Мы посмотрим, есть ли отличия какие-то глобальные И вообще в чём отличие 7000 от 7000S Потому что на сайте компании Bridgestone, кстати, вот написано просто Bridgestone Ice Cruiser 7000, ни о каких S не говорится В общем-то это достаточно странно Потому что, ну я не знаю, если меня сейчас кто-нибудь смотрит из представительства Bridgestone Но немножечко сайт дополните свой Потому что на конец июля 2018 года вы говорите, что это новинки Но на сайте нет ни 7000S никакой информации Ни, вот посмотрите, есть ещё модель нешипованная И, вот посмотрите, есть ещё модель нешипованная Придgestone Ice, Blizzar Ice И по ней тоже абсолютно никакой информации на официальном сайте нет Но, друзья, это нам не помешает посмотреть и оценить Рисунок протектора этой шины мы, безусловно, попытаемся сравнить С тем, что мы помним о обычном 7000S А вы можете не только вспомнить, но вы можете также посмотреть Видео на нашем канале По нему у нас, безусловно, конечно же, есть Мы с вами измерим глубину рисунка протектора этой шины Мы с вами посмотрим, насколько мягкая или жёсткая эта шина Мы с вами посмотрим на плотность и жёсткость боковин этой шины Мы посмотрим, насколько современно, в общем-то, выглядят шипы у этой шины Мы с вами, безусловно, я вам расскажу, конечно же, о том, что всё-таки мне удалось узнать об этой шине Мы с вами посмотрим маркировки на боковинах этой шины По части индекса скорости и нагрузки Знаете, почему я говорю индексы скорости и нагрузки на маркировке на боковинах? Просто потому что, посмотрите, нет наклеек Не только с этой стороны, их вообще нет, где обычно, знаете, вот такие вот наклеечки Которые указывают размер, индекс скорости и нагрузки Наклеек на этой шине нет Я вам расскажу закономерность, почему здесь нет этих наклеек Ну, также посмотрим, безусловно, год выпуска шины Хотя это очевидно, потому что я сказал новинка Но, тем не менее, посмотрим, где это можно посмотреть своими собственными глазами Посмотрим страну производства этой шины И это будет интересная информация И посмотрим, что еще можно найти такого интересного на боковинах Ну и, конечно же, взвесим эту шину Это размер 205-55-16 Посмотрим, сколько же она весит Ну и давайте начнем с рисунка протектора Честно, я сравнивал эти две шины Пытался найти хоть одно отличие Ну, имеются эти две шины 7000 и 7000 S Не нашел ни одного отличия по... Вот, кстати, здесь указано, что это 7000 S Не нашел ни одного отличия по рисунку протектора Может быть, они какие-то есть Но, может быть, те, которые я просто не смог даже и уловить Но мы с вами видим, что эта шина направленная У нее должна быть маркировка Rotation Вот она, собственно, есть То есть шина должна вращаться вот в эту сторону Когда вам ее смонтируют Посмотрите, чтобы это было действительно так Соответственно, шина будет хорошо, очень хорошо Отводить различную воду, сляхоть и так далее Это видно по таким, знаете, агрессивным отводам из пятна контакта И это, в общем-то, очень-очень хорошо Микроламели, которые призваны помогать на скользких поверхностях Нарезаны так достаточно средне Ну, кстати, очень-очень неплохо Я бы не сказал, что они очень мелко нарезаны Но вполне достаточно Совместно с шипами, я думаю, что шина на льду будет вести себя очень-очень хорошо Я рассказываю это, хотя я уже это рассказывал По обычному симметричному, но тем не менее Видео-то мы делаем, поэтому рассказываю вам это снова и вновь Центральное ребро будет отвечать за курсовую устойчивость Надо сказать, что шина была, безусловно, очень-очень популярна И как-то они, знаете, решили не бросать эту модель на произвол судьбы И что было прям еще фантастически интересно Они выпускают модели различные Spike 02, например Вы понимаете, что продажи у Бриджстова на Ice Cruiser как 5000-го, так и 7000-го Были просто бешеные Люди очень любили эту шину Они решили пойти по пути Nokia У Nokia есть бренд, точнее, уже сейчас все-таки это модель Nordman Но когда они только начинали, Nordman был самостоятельным брендом И они решили привезти бренд Firestone американский Который принадлежит компании Бриджстон в Россию И начали выпускать Ice Cruiser 7000 под брендом Firestone И модель называлась Ice Cruiser 7 Но, видимо, что-то пошло не так, как я понимаю Я не знаю о будущем бренда Firestone в России, что там будет Но факт в том, что появилась самостоятельная модель Бриджстон Ice Cruiser 7000S И, друзья, я, может быть, перепрыгну сейчас немножко Но Firestone изначально, вот первые-первые самые модели Вот эти шины имеются в виду, которые первые поставки Были именно японские То есть они были произведены в Японии Но это был очень-очень короткий отрезок времени И сразу же, практически после открытия завода в России Firestone начал производиться именно на нашем заводе И все шины Firestone Ice Cruiser 7 уже впоследствии были российского производства И у меня очень большое сомнение У меня реально большие сомнения о будущем бренда Firestone И конкретно модели Ice Cruiser 7 в России И на российском конвейере Просто потому что Ice Cruiser 7000S произведен Ну, как вы думаете? Ну, конечно же, в России Поэтому мне кажется, что они просто решили Все-таки не выдумывать велосипед И производить обычный бренда Firestone Ice Cruiser 7000S С пометочкой S Скорее всего, эта пометка Именно для того, чтобы отделить эту модель от Ну, я не знаю, там, от основной, что ли, да? То есть эта модель, скорее всего, 7000S Будет поставляться именно на страны Как предшествован любит говорить Страны CIS То есть как-то расшифровывается Commonwealth of Independent States То есть страны СНГ Азербайджан, Россия, Украина Что еще там у нас? Казахстан В общем, все те страны, которые в 1991 году Были признаны странами СНГ Уж по какому закону Или по какому документу Я не знаю Вы можете это изучить, если вам это интересно Но, тем не менее, скорее всего Именно эта буковка S Обозначает, что шина будет Поставляться в страны СНГ Давайте посмотрим жесткость в целом шины Ну, помимо боковин В принципе, можно сказать, что шина Вы знаете, такая, прям жесткая Поэтому, если вы любитель шин помягче То навряд ли это ваш вариант Потому что шина такая Знаете, она происходит впечатление Такой брутальной То есть она такая, прям жесткая Боковина у нее, как я уже говорил Достаточно плотная Поэтому шина достаточно жесткая Но и износостойкость от этого У шина будет, конечно же, весьма и весьма хорошая Хотелось бы отметить то, что я действительно заметил Вот эти все, видите, надписи Ice Cruiser 7000 Вот Rotation В общем, все, как вот выглядит шина сбоку Она выглядит немного иначе Чем выглядела оригинальная 7000 S Возможно 7000, оригинальная 7000 S Оригинальная 7000, потому что это же S Надпись Ice Cruiser была чуть-чуть побольше То есть она была вот так вот по боковине И 7000 было, ну, рядышком То есть шла прямо Ice Cruiser 7000 И надпись была чуть-чуть покрупнее Здесь, видите, надпись мельче И в две строки Таким образом, в общем-то Ну, немножечко такое вот визуальное отличие У шины, конечно, есть Давайте перевернем шину, чтобы посмотреть Различные маркировки К слову, на шине нет Я уже говорил, да, что здесь нет ни одной наклейки Ни одной Вот таких вот наклеечек здесь нет Хотя, честно говоря, российскому производству Гречистоун это присуще Потому что вот была и копия, допустим, летняя Японская Приходила с наклеечками Вся такая аккуратненькая, красивенькая А вот и копия уже российского производства Наклейками как-то вот нас баловать не хотела Хотя это, ну, не то чтобы незначительно Наклейка никак не влияет на эксплуатацию шину Но деталь такая есть Поэтому рассказываю, друзья, о ней На боковине указано, что шина Stadable То есть шипованная Кстати, есть шина Stadable, а есть Stadet Разница между этими двумя понятиями Если на канале еще нет у нас То обязательно видео будет Следите за обновлениями канала Поэтому, ну, видео отснято Когда оно просто выйдет, я, честно говоря, сказать сейчас не могу Здесь указана дата производства Это двадцать третья неделя восемнадцатого года Двадцать третья неделя Это месяц, вот, друзья Какой у нас получается? Июнь, да? Вот сейчас мы снимаем это видео в июле То есть шине даже, в общем-то, и месяца нет То есть абсолютно свежа Просто прям совсем свежа Дальше идет Такая вот маркировка Е4 Сама по себе буква Е в кружочке обозначает Что шина прошла европейскую сертификацию И что она была сертифицирована в Голландии Об этом свидетельствует циферка 4 По этим маркировкам тоже видео на канале уже выложено Уже есть, можете посмотреть Кстати, есть видео по вот этим маркировкам Цветным различным полосам Вот этим вот различным цветным маркировочкам Это видео есть, смотрите на канале Ищите, оно тоже уже выложено Дальше идет вот такой вот штрих-ход Опять же, если вы в первый раз на нашем канале И не видели другие видео, то повторюсь Что этот штрих-ход служит для того, чтобы понимать Если вдруг шина будет обладать каким-то заводским дефектом То есть брак, который допущен при изготовлении Если вдруг такое выявится Хотя навряд ли, потому что шинное производство Оно очень точное, очень крутое на самом деле И заводской брак там практически исключен Потому что надо понимать, что шина Это единственное, что связывает автомобиль И, собственно, полотно дорожное Поэтому к этому очень-очень такое трепетное отношение Но если вдруг заводской брак выявился По этому штрих-коду можно легко понять Ну, производитель поймет В какую смену была произведена эта шина В какой час это было произведено То есть откуда, в общем-то, искать, откуда ноги растут У заводского брака Именно для этого создана вот эта вот наклеечка Вон такая даже не наклейка Может быть такая вот Не знаю, еще сделана, тем не менее Далее идет Made in Russia Мы с вами уже видели, сделана в России Дальше тоже некоторые заводские маркировки Которые я не расшифровываю Потому что информации по этому нет Также идет размерность шины Индекса скорости и нагрузки 91Т Вот на этом моменте мы с вами остановимся поподробнее И посмотрим, насколько же шину можно сильно разогнать И насколько сильно можно нагрузить 91, друзья, это 615 кг То есть 2 тонны 460 можно шину нагрузить И индекс Т 190 км в час на шине можно разогнаться Естественно, 190 км в час разгоняться зимой не надо Нужно соблюдать правила дорожного движения И не только правила дорожного движения Ну, как бы и здравый смысл тоже не повредит Далее Tubeless обозначает, что шина бескамерная Radial, это что шина имеет радиальную конструкцию M plus S обозначает, что шина будет прекрасно вести себя в слякотных условиях Потому что M plus S обозначает мат плюс снова Что на русский переводится как слякоть И это ни в коем случае не обозначение всесезонной шины Как многие заблуждаются Так, давайте перевернем эту шину Посмотрим, есть ли какие-то дополнительные маркировки На обратной части Может быть что-то там мы найдем и еще Но большинство маркировок будут, конечно, просто продублированы Так, так, так Ищем чего-нибудь Что нас может привлечь А ничего не находим, друзья И поэтому, ну, ничего в смысле Ничего, что может отличать эту сторону от, собственно, другой Давайте взвешивать шину Посмотрим, сколько она весит в этом размере Так, она весит 9,8 кг в размере 205-55-16 Вот такой вот вес Вес нормальный, средний, обычный Ни тяжелая, ни легкая То есть в этом нечего даже говорить Вот вроде бы все рассказал по шине Поэтому если будут какие-то вопросы Безусловно, спрашивайте и задавайте в комментариях Я постараюсь вам ответить на них Если вам что-то потребуется, диски или шины Вы можете зайти на наш сайт И заказать себе комплект дисков или шины У нас доступны оплаты картами У нас доставка У нас все-все-все Все, что может быть, вроде бы у нас есть Поэтому ознакомьтесь Может быть вам чего-нибудь приглянется И если вам что-то надо То, конечно же, заказывайте И очень, кстати, такая крутая штука у нас Поддержка по WhatsApp То есть, если у вас есть какой-то вопрос Напишите на WhatsApp Там номер телефона на сайте есть И мы вам оперативненько ответим Поэтому можете писать сюда в комментариях В WhatsApp, куда хотите И спасибо, что досмотрели это видео до конца, друзья Пока-пока